Всем привет, на связи SmokeFX и сегодня в этом видео мне хочется вам сказать, что же на самом деле скрывается под словом секрет анализа на финансовом рынке, либо как же здесь можно по итогу-то начать зарабатывать прям серьезные такие, хорошие, уверенные бабки. Давайте сниму интригу вот эту вот, секрета никакого нет, все кроется в постоянстве усилий и вот сегодня в этом видео я хочу с вами про это поговорить и поделиться своим мнением, как должен проходить у вас торговый день, как вы должны анализировать и как здесь находить хорошие моменты для отработки, даже если вы попадетесь на плохой момент, чтобы он по итогу превратился в хороший. Это бесплатный обучающий контент, я уже начал отработку, на 4 минуты был вход по евро USD, поэтому ребята здесь опять же обучение, в начале видео по стариночке под навалите лайкосов, подписывайся на канал, здесь правда про трейдинг, и хорошая, и плохая, и кому-то может быть неудобная, и не самая приятная, но правда. Правда, в наше время это не то чтобы редкость, мне кажется, это как найти алмаз в детской песочнице, практически невозможно, но вы нашли, поздравляю вас, теперь давайте к сути. Вначале еще также скажу про спецусловия для новичков, ты можешь вступить в мое закрытое сообщество, получать вот такие вот прогнозы, кстати, таких групп у меня 10 штук, здесь 5, здесь 5, еще смоков x-ray 4 алгоритма, и все, ты это получаешь просто так. Да, вот спецусловия, первая ссылка в описании, смоков x-chat-бот, переходишь, кайфуешь, платуешь и получаешь сразу весь доступ. Так вот, давайте обратно к сути, постоянство усилий. Если ты начнешь ежедневно анализировать график и сканировать его на поиск ситуации, которую ты можешь отработать, рано или поздно, я знаю, это немножечко по заезженному звучит, но это факт, и я не могу тебе сказать через 2 месяца. Я не знаю твой склад ума, и опять же, я не могу тебе сказать через 2 года, а вдруг ты супергений и за 3 недели со всем здесь разберешься. Поэтому это индивидуальная абсолютно штука, не нужно здесь, конечно, придумывать, что можно за 5 дней понять, как устроена логика движения цены, это, конечно, не так. Так, здесь 4 плюс x я получаю. Анализ, к слову, область сопротивления, ложное пробитие, дополнительный вход и отличное движение вниз. Поэтому тут без конкретных сроков, типа неделя, 2, год, 5 лет, 5 дней, 5 часов и так далее. Здесь сугубо все индивидуально. Но вот в чем точно кроется суть, так это в том, кстати, вышла новость, везде очень серьезные движения происходят. Суть кроется в том, что постоянство, оно откроет в тебе видение происходящего на графике. Вот ты сейчас смотришь на график и считаешь, что у тебя вообще нахрен закрыты глаза. Реально, они закрыты. Ты думаешь, что нет, у меня открытые глаза, я как-то, ну вот, движение на повышение. Здесь объем, ну вот, сильный, здесь, правда, откат был, но это просто новостное движение, понимаешь? И вот сейчас цена может рвануть как вверх, так и вниз. Даже области нет. Такие ситуации нужно просто пропускать. И вот первый лайфхак, который я хочу тебе посоветовать, это находить ситуации для отработки, которые максимально тебе нравятся. Ну давайте рассмотрим, а чтобы рассмотреть, везде ванхоналия происходит. Ну давайте я воспользуюсь X-Ray Volume и посмотрим на процент. И будем вот так вот заходить. Outcut 92 там. Outcut здесь. Так, я нажимаю, вызываю этот суперский алгоритм. Верх 5-8 минут. 57% немного, абсолютно, это супермало, я бы даже сказал. Но даже на таком проценте, видите, есть перевес в сторону. Outcut. Вот смотри, нравится тебе Outcut по проценту на выплату? Хорошо. Ты зашел, посмотрел, что он тебе советует делать. Заходить на повышение. Ты заходишь сюда и сразу понимаешь, что на повышение от этого минимума он хочет заходить. Если ты с этим согласен, то ты ставишь время и заходишь на повышение. Если ты не согласен, ты идешь и сканируешь дальше рынок на поиск того, что тебе ближе к душе. Здесь есть вот эта остановка, алгоритм ее видит и хочет отрабатывать вход от этой остановки на повышение. Ты с этим согласен? Ну так отлично, заходи также на повышение, отрабатывай, что у тебя будет происходить движение к этому максимуму. Да. Либо хотя бы вот сюда. Раз. Вот сюда два. Вот в этот диапазон. Это ключевая цель. Цель под номером один. И вообще открытие, движение на повышение. Давайте посмотрим на объемы в нижней части графика. Есть объем на повышение. То есть да, мы можем здесь прыгнуть даже повыше на процентов. Там 30 от предыдущего движения. Такое здесь также может произойти. А может сверху обрушится объем и пойдется на еще ниже. Поэтому ловите лайфхак номер два. Абсолютно не важно. Абсолютно на сто процентов. У вас закрывается сразу все в плюс. Либо вы заходите в рынок, используете дополнительный вход, перекрытие. Это здесь вообще не играет роли. Пойми, что самое главное, что будет в итоге. Сколько у тебя будет денег на балансе. А то как ты их заработал, это уже не вопрос, а чисто. Это лирика какая-то. Ставьте ее людям, которые любят ни хрена не делать, а много рассуждать и говорить. Понимаешь, намного лучше, я тебе скажу честно, быть таким типом, которого обсуждают, про которого говорят и задаются вопросом. А вообще, а как он это сделал? Как он заработал? Пускают сплетни. Говорят, блин, я прям вспомнил. Не знаю, рассказывать или нет. Пускают сплетни. Я прям вспомнил. Ладно, пацанюры, чисто такая пацанячая история. Это было очень давно. Я, короче, очень давно, когда еще жил на районе, висел там, гулял, я познакомился с одной девчонкой, с хорошей девчонкой. Все у нее в жизни хорошо было, скажем так. Есть такие районные девчонки, про них все все знают. А это прям хорошая такая. Так вот, я с ней познакомился. Мы с ней просто гуляли, общались. Все было так классно. И вот про слухи, про сплетни. Я просто провел параллель и вспомнил это из своей молодости. Вот как здесь им плевать, как ты зарабатываешь по итогу такие суммы, никто не будет задаваться в процессе. И не важно, перекрытие одно, второе. Вот так же у меня было с этой девочкой. Мы с ней просто гуляли. Мы с ней просто общались. Пили какой-то чай, который брали в магазинчиках на райончике. На больше денег не хватало. Курили с ней сигаретки и все. Все было так по-простому, цивильненько. А потом я встречаю одного кореша. И он мне на полном серьезе говорит. Ну это вообще такой локальный, абсолютно юморок. Вы можете это не понять. Но он мне говорит, слушай, это правда, что ты с ней? Короче, когда я висел там на райчике, у нас было два или даже три магазина рядом, что ты ночью залез с ней на крышу. И, короче, вы там, ну ты понял, да? Вы там начали что-то исполнять. Я говорю, что за чушь? Он говорит, да, видели типы, короче, говорят, что это ты и эту девочку. Ну бред, не смешно. Вы думаете, что ты рассказал? Ну какой же бред люди могут придумать? Вот в этом суть. Вот они увидели где-то что-то, что я проходил просто с девочкой мимо этих магазинчиков. И кто-то реально додумал, что мы залезли на крышу, и там мы начали что-то с ней делать. И реально этот слух разлетелся по всему району, что у меня Кент спрашивал. Говорит, братан, это правда, что ты, ну, ни хрена себе, говорит, ты альпинист, получается, что с девочкой залез на крышу магазина. Суть не в комичности этой истории. Тогда это было смешно. Сейчас я понимаю, там, ха-ха, вы точно не ловите. Суть не в этом. Здесь плюс. А суть в том, что всем насрать на процесс. Они могут додумать что угодно, понимаешь? Как ты к этому пришел, что ты там с кем делал, и обсуждать, и сплетни пускать, и всякие бяки-пуки распускать. Но какая разница? Неужели тебе реально, знаешь, это как вот эти поговорки, а уф, из ВКонтакте, когда там были пацанские цитатники, все в таком духе. Льву должно быть все равно, что о нем гавкают гиены, там, собаки, все в таком духе. Вот тебе должно быть точно так же, все равно. Ты должен контролировать процесс, но ты помнишь, что всем плевать. Самое главное, сколько у тебя по итогу будет бабок. И мы, конечно, не будем опускаться в рассуждения, прям вообще страшные, да, какие-то, что это получается по такой логике, можно вообще всякой чернухой-то заниматься. Нет, мы вообще про чернуху не говорим. Мы говорим про трейдинг, что здесь можно проанализировать, зайти, заработать. Ну, знаете, что одно перекрытие, два, вообще, ну, типа, не имеет различий. Все хорошо. Самое главное, чтобы по итогу у тебя здесь был плюс. Будет по итогу плюс, ну, вообще красиво, красиво, красота. А у GPI? Да, где же эта девчонка сейчас? Кто-нибудь знает из моей молодости? Ладно, шутка, шутка, шутка. Верх, вверх, 4,9. Верх, 4,9. Давайте посмотрим на валютную пару. Дед что-то приуныл. Вспомнил, как на крышу магазина залазил, наверное, да, и приуныл. Да я, может быть, и залез, но не залазил. Чего? Так, а у GPI? У меня очень, мне нравится, знаешь. Задайте себе, кстати, вопрос. И напишите мне в комментосах. Вот вы, сколько вам лет? Это, во-первых, мне было бы интересно узнать. Вот вы меня смотрите. Сколько тебе лично лет, братишка? И я, например, вспоминаю про годы юности своей с огромной любовью и с теплом. Мне очень все нравилось. Именно 10 из 10. Даже с тем учетом, что у меня не было денег, мне все равно все нравилось. Давайте здесь я прокомментирую. А у GPI я не зашел на повышение, как это было написано, в Volume. Почему? Потому что я не согласен, что сейчас у меня может произойти такое пробитие. Вот я смотрю на график, я понимаю, что здесь есть максимум, здесь был откат, здесь тоже хороший откат. Я понимаю, что движение на повышение может быть после отката. Понимаешь? Вот откат произойдет, и движение на повышение может продолжиться. А на самом максимуме прямо сейчас я на откат, на пробитие, вернее, я заходить не хочу. Хотя вот оно происходит, и мне придется отрабатывать противоположную сторону. Да, потому что здесь у меня есть свой взгляд на рынок. С Volume я все равно, я не вижу здесь пробития на таком объеме. Я объясняю вам, да, логику происходящего. После отката, вот откат происходит, он ловит вот примерно этот объем, и потом, да, ты можешь заходить на повышение. То есть обыграть этот вход сразу с двух сторон вообще прям реально и возможно. Короче, давайте к обсуждениям, потому что общение с вами через... Посмотри, какое пробитие происходит. Volume был прав. На пониженном все понятно, это все из-за цифр. 666%. Ха-ха, паритет нормально так подлетел. И слушай, 61%, ну слушай, по такому вообще можно Volume брать и, ты понял, да, заходить как. Там я был согласен, а здесь ты посмотри, объем просто влился как сумасшедший. Ну ничего страшного. Я буду сопровождать, буду отрабатывать. Вот тебе, пожалуйста, называется битва, которая происходит между Volume и между... Смоком. Это база типа. Короче, вопросик к вам. Вы довольны своей вообще жизнью, молодостью? Что у вас было? Давайте самый интересный слушок, который про вас пускали, когда вы там молодыми были. Либо подростками, либо еще что-то. Вот про меня, наверное, это один из самых таких ха-ха-шных. Ну, в свое время, типа, локальное, это вообще был прикол. Что, типа, ты залез с девчонкой на крышу магазина и... Ну вот кто-то это увидел. Мне прям это рассказывали, спрашивали, а что это правда, а как оно вообще туда-сюда. Че у вас было такого в жизни? Потому что обычно историй таких вот, знаешь, ярких, их хватает. Но мало кому ты вообще их можешь рассказать. Я вам все рассказываю, потому что я ничего про себя не скрываю. Я считаю, что я вообще ровный тип. У меня жизнь обычного чувака, который просто научился зарабатывать здесь бабки. Спустя время вот я пришел к таким суммам. Я живу житуху, я стараюсь немножечко прикайфовывать, когда у меня есть свободное время. Я помогаю людям, я помогаю своей семье. То есть я доволен тем, кем я являюсь. И мне даже не нужно перед вами казаться лучше, там, рассказывать песни, басни. Я вам уже говорил о том, что я вот такой вот человек, самый обычный. Я могу год не пить, заниматься спортом. А могу год пить и спортом не заниматься. Я, ты понял, и налево, и направо, и вверх, и вниз, да куда угодно могу двигаться. Потому что жизнь-то у меня одна. И могу двигаться так, как мне угодно. И мне вообще плевать на мнение окружающих, озлобленных людей. Вот вам советую того же. Всем ровным типчикам советую двигаться точно так же. Так, плюс, 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 четыре плюсикса в ряд я получаю. Прям как в предыдущий свой вход. И вот здесь уже после отката по волю можно ловить импульс и заходить на повышение. И вот смотри. Кстати, цена и пошла на повышение. Посмотри. Нормально это вообще? Там на минуту вход, на импульс. То есть, все равно ты должен понимать логику происходящего. Это я всем советую. То есть, больше практики. Нет особого сиг... Вот, посмотри. Все, как я сказал. Удар в удар. Что я вам сказал? Что будет откат? Отметил область. После отката можно будет заходить на повышение. Я зашел на откат. Отработал. После отката... Посмотри, где область? Как я отметил. После отката к области движение на повышение. Ну вот скажи, где я здесь, может, ошибся? Да нигде я не ошибся. Заработал. Объяснил. Показал. Почему? Заранее все вам рассказал. Вот все, как здесь будет происходить. Давайте. Обращение к вам. Давайте такую немножечко сделаем с вами коммуникацию. Что у вас в жизни было? Ну, может, что-то интересное, смешное. Напишите в комментах. Реально люди другие прочитают, покайфуют, порадуются. Что у вас-то было? Вот про меня, про меня, про меня. Что еще, может, там было про меня? Я помню арбузы, когда воровали. Ну, опять же, это, конечно, очень давно было. Воровали арбузы, и все было успешно. До момента, пока ночью не шел вот так вот чувак, левый какой-то, пурайчику, подошел к кенту, и сразу, так, YouTube может вообще за эти слова видос-то и не продвигать. Ну, короче, у него в руке было кое-что острое. Он прям, там, тут дым-судым кенту подвалил, и, короче, чуть ли не произошло что-то страшное. Не хочу говорить, а то YouTube еще из-за этой истории возьмет. Короче, вы поняли. Видосик, может, в мутку это кинет, или еще что-то в таком духе. А нам это с вами не нужно. Поэтому напишите вы свои комментуосы. Что думаете про то, что смог на крышу залазил с девчонкой? Где ее найти? Я ее не видел, наверное, больше лет десяти. Было бы неплохо. Ну, ладно, типчики, давайте с вами сделаем следующим образом. Во-первых, поставьте лайкос. Во-вторых, напишите комментоз, реально по-братски. Комментоз, напишите, сколько вам лет. Мне хочется больше узнавать аудиторию, потому что YouTube не говорит. Средний возраст моего зрителя это примерно 27 лет. Это правда или нет? Вот ты старше или младше? Можешь даже не писать там конкретный возраст, да? Или что-то в таком духе. Ты понял. Я здесь, я всегда на связи. Ну, с вами был Смокуфикс. Просто подчеркну то, что пацанеры. Все нужно использовать с умом. Кнопки бабло здесь не существует. Я вам говорю, как есть на самом деле. Давайте. Лайкосы, комментозы и полетели. Смок был на связи. Обнял. Ну и пока. Смокуфикс тащит. Смокуфикс тащит. Смокуфикс тащит. Эй. Е. Е. Бой. Е. Бой.